Здравствуйте! В эфире телеканал ЭТОН ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ведущий Александр Гурарье. Итак, в Израиле наконец-то заканчивается коалиционный кризис. Вроде бы у нас скоро будет правительство. Ну и, конечно, все обсуждают совершенно потрясающий кульбит, который описал генерал-лейтенант Ганс, генерал-лейтенант в отставке, который, извините за такое слово, развел как лохов всех своих соратников и присоединился к правительству. В данный момент он председатель Кнессета. Так ли уж подло, как уверяют многие его соратники, поступил господин генерал, либо все-таки за его действиями стоят нужды государства, его ответственность и так далее. На связи с нашей студией политтехновок Давид Эдельман. Давид, здравствуйте. Давид, может быть, вы все-таки о бедном генерале замолвите слово? Смотрите, в последние дни, с момента, когда генерал Ганс сделал свой неожиданный прыжок, его ругают все. Включая меня, я, может быть, даже где-то больше, чем остальные. И понятное дело, что человек в течение года объявлял о том, что он никогда в жизни не войдет в правительство, которое возглавляет обвиняемый в трех уголовных преступлениях, расследуемый, подсудимый. Он не войдет в правительство, подсудимый на Таньяку. Собственно говоря, это было одной из причин, по которой три раза подряд, два раза подряд, не удавалось создать коалицию, и три раза подряд мы ходили на выбор. И вот получалось, что у Натаньяку раз за разом нет большинства, чтобы создать коалицию. У Ганса, наоборот, и в сентябре, и в марте было большинство, чтобы создать коалицию. Ну и, как говорит его партнер по блоку Кахоль Лаван, бывший партнер по бывшему блоку, Ейрлапид, человек бежал в долгий-долгий марафон, добежал за метр до финишной ленточки и решил присесть и расплакаться. Вот, собственно говоря, то, что произошло с Гансом. Теперь мне иногда эта мысль приходит, ну вот хорошо, обвинять Ганса очень легко. Сейчас бить его ногами даже как-то неинтересно, потому что лежит тряпка на полу, вытирая в нее ноги сколько хочешь. Я иногда сам себе задаю вопрос, но вот если бы я был бы сейчас его пиарщиком, как бы я его защищал? Я уже испугался, что ты скажешь, если бы на его месте был я. Нет, на его месте я бы не мог оказаться, наверное, но хотя кто из нас не был в глупых положениях, ну, бывает такое в жизни, да? Вопрос, вот представьте себе там, я не знаю, адвокат перед судом истории или его пиарщик в современной политической ситуации. Я вот думаю, а что бы я сказал? И тут начинаются действительно большие проблемы. Потому что, как говорил один французский философ, дерьмо трудно продается. Очень трудно продается дерьмовая ситуация, в которой оказался генерал Ганс. — Давид, надо тебя на секундочку прервать и пояснить нашим уважаемым зрителям, что дело в том, что политический блок, которым руководил Ганс, для тех, кто, может быть, не знает нашей политической кухни, за нее голосовали все, кто, ну, на юрите назывался Рак Лобиби, то есть те, кто не хотели видеть премьер-министра Бениамина Натаньягу. То есть неважно, каких политических взглядов они придерживались, любой ценой свергнуть действующего премьера Бениамина Натаньягу, который сидит уже больше 10 лет. И вот теперь их лидер, за которого они голосовали, за которого они боролись, за которого они ходили на демонстрацию, ходили на митинги, вдруг заявляют им «до свидания, я передумал». То есть это, ну, на блатном жаргоне это называется «кидалово». Ну да, а если так говорить, то человек шел, я не знаю, у него было два противника, у обоих противников автоматы. У Ганса автомат, там, я не знаю, более мощный, патронов больше. Вдруг он решил бросить автомат и сдаться на милость, и, ну, на честное слово, противоположной стороны полностью обезоружен. Потому что будет ли Ганс по ротации премьер-министра, это сегодня вызывает такой, ну... Ехидный смех это вызывает, Давид. Да, легкую улыбку, да. То есть, потому что... Но даже если мы представим себе, что Бениамин Натаньягу ну, решит выполнить свое честное слово, да, там, ну, и поступить согласно договоренности, что с ним редко бывает, потому что начальник генерального штаба Бени Ганс мог бы вспомнить других начальников генерального штаба, которые пришли в политику, и у них были договоренности с Натаньягу. Ну, например, начальника генерального штаба Эуда Барака, который возглавлял партию Абада, а потом сорвался с места, ушел из своей партии и перешел к Натаньягу под его всякие договоренности. Где теперь тот барак? Мог бы вспомнить другого начальника генерального штаба, Шауль Мафаза, у которого тоже были какие-то договоренности с Натаньягу, который ему тоже доверился, где теперь тот Шауль Мафаз. Мог бы спросить у своего коллеги по голубому-белому блоку, Маше Бугия Айлонов, который тоже когда-то был с Натаньягу и которого тот тоже кинул. Поэтому два нынешних начальника генштаба, которые перебежали к Натаньягу, доверившись ему. Знаете, у меня, когда видишь вот эти вот пять, роматкали, пять начальников генерального штаба, которые так позволили тебя кинуть, и я все время думаю, что у нас такие доверчивые начальники генерального штаба. Да, видишь, но вот эти предыдущие начальники генерального штаба, о которых ты говорил, они еще успели побывать министрами обороны. У них хоть какой-то опыт появился, и все равно их кинули. И ГАНС успеет, ГАНС будет какое-то время министром обороны или министром иностранных дел. На момент записи нашей программы еще у них не подписано соглашение, и кто кем будет пока что неизвестно. Ходят слухи, что ГАНС будет министром иностранных дел. Не, уже сегодня переиграли, и говорят, что вроде бы ГАНС хочет быть министром обороны. А Габи Ашпенази, ну, который, ну, кто угодно, но только не дипломат. Как о нем сами говорили другие члены КОП-5, то есть четверки, которые возглавляла этот Коколь Лаван, они говорили, он голландчик, ну, то есть из бригады голланд, и он не учился культурным манерам, он не учился так культурно выражаться, а он говорит грубо, потому что он такой боевой парень, голландчик и так далее. Но почему ГАНС хочет отдать ему дипломатию, а не себе, ну, это понятно. Сейчас во время коронавируса, когда нельзя никуда выезжать и ни с кем встречаться, министр иностранных дел, ну, должность чисто символическая. Ну, давайте попробуем, защитить нашего ГАНСа. Это ведь тяжело, но мы трудностей не боимся. Давайте попробуем. Первое, что я бы мог ему сказать в его защиту, ну, смотрите, были первые тур выборов, второй тур выборов, третий тур выборов, и люди, которые уже проголосовали сейчас, они с ужасом посмотрели на результаты, понимали, что скорее всего может быть четвертый, что третьи выборы могут быть не последние, что четвертые через несколько месяцев. Вы знаете, перед этими выборами там были, я был на разных мероприятиях, и люди говорили только одно, там, бюджеты не переводятся, это не делается, людей сокращают, новые проекты не запускают. Но и кто угодно, кто угодно, хоть Берри, хоть Биби, хоть Тиби, хоть кто угодно, но чтобы уже было работающее правительство. Особенно много это говорили там, муниципалитетах, на общественных работах, типа, связанных с железнодорожным строительством и так далее. Давид, секундочку, получается, что все, что происходило, там, третьи выборы, вторые выборы, это просто ребята между собой боролись, мерились своим эго, да, то есть теоретически они могли это договориться и после вторых выборов, и после первых, и ГАНС бы даже получил бы больше, не нужно было бы идти на следующие выборы, страна бы давно бы уже имела правительство, он бы сидел бы в роли министра обороны, спокойненько там, размахивал кулаками, все было бы нормально. А может быть, даже уже был бы по ротации, если учесть... Нет, но это вряд ли какая там ротация, взрослые же люди все. Те условия, которые предлагались после вторых выборов, опять-таки, если мы поверим Бибе, то он бы уже сейчас был бы премьер-министр. Ну, это если мы поверим Бибе. Так вот, это, то есть, можно сказать, что да, ГАНС подвергся позору, предал своих избирателей, но вообще-то вот спас... Но из лучших побуждений, правильно? Да. Не, ну, может не из лучших побуждений, но вот его предательский поступок, и обратите внимание, 60% граждан Израиля хотели уже хоть какое-то правительство. 60%. И примерно 50% тех, кто голосовали за какой лаванд, они тоже говорили, ну, хоть какое, но правительство. Правильно? Опять-таки, сегодня это еще выглядит как правительство, по ротации, ну, а дальше кинули, кинули, не кинули, не кинули. Опять-таки, я бы не дам 100%, что Натаньягу обязательно кинет ГАНС. Там могут быть всякие истории там. Ну, то есть, он может его кинуть ненарочно, как бы так вышло. Но вопрос не в том, честный человек Биби кинет он или не кинет. Вопрос совершенно на другом. В том, что у ГАНСа сегодня нет никакой собственной точки опоры, благодаря которой он бы мог обеспечить соблюдение соглашений. Он сегодня руководитель партии в 14 мандатах. Руководитель партии в 14 мандатах при всем уважении премьер-министром не становится. Поэтому единственное, что он может это прочитывать, это на добрую волю вот этого права религиозного блока, который возглавляет Натаньягу и которого сам ГАНС столько времени ругал, говоря, что он хочет только светское правительство перед вторыми выборами. А сегодня он оказался во главе национально- религиозного блока, с чем его можно поздравить. Если через год Бенамин Натаньягу искренне хочет выполнить свои обещания и хочет, чтобы ГАНС был по ротации премьер-министром, но проходит год с небольшим, а может быть и меньше, возникает какая-то кризисная ситуация, по которой не могут договориться партнеры, таких ситуаций возникает три раза в день после еды, как ты понимаешь, а иногда и до еды. И он идет спокойненько на четвертые выборы, то есть уже через год нормальные очередные выборы, против него никого нет, то есть ГАНС просто вылетает с обоймы отдельной партии, он не пройдет, дай бог, чтобы он электоральный барьер преодолел. Бениамин Натаньягу берет по полной программе и становится полноправным хозяином, ему не надо будет ни с кем делиться властью и так далее. Реалистично? Такое возможно, во-первых, такое возможно. Во-вторых, может быть случится и такая ситуация, при которой Натаньягу будет выгодно поставить козлом отхущения гангцев. я просто представлю китайский несколько вариантов. Все равно все рычаги влияния находятся у него. Натаньягу посещает все торжественные вещи, связанные с программой Трампа, съедает все пряники, а после этого наступает момент, когда кроме пряников нужно делать передислокацию, что-то отдавать, а вот это пусть делают гангцы. Выселять людей из своих домов, да? Да, такое тоже может быть, такое на этом вполне можно поставить гангца. Могут быть и всякие другие варианты, при которых Натаньягу решит, что ему выгодно поставить гангца козловому пущению. Но что скорее всего произойдет, в этом вот религиозном блоке, учитывая, что там сидят самые разные партнеры, если они почувствуют слабость гангца, они очень скоро почувствуют запах крови, то они будут ему доказывать свое, так сказать, презрение каждым шагом и до того, как он станет премьер-министром, и в случае если он все-таки по ротации станет премьер-министром. Теперь объяснение, которое дается внутри круга самого гангца, ну так сказать, среди его приближенных. Когда они инструктируют журналистов, они, вот есть вещи, которые они говорят на публику, там, государственность, ответственность, все остальное, а есть вещи, которые они инструктируют журналистов при закрытых дверях, что называется, чтобы журналисты это говорили, а они нет. Ну вот, есть такая версия, которая, опять-таки, верьте, не верьте, это на ваше усмотрение. Версия заключается в следующем. Ганс понимал, что Лапит и Либерман, которые, собственно говоря, в этот момент руководили его блоком, вовсе не хотят, то есть их главной целью не является сделать Ганса премьер-министром. Лично к нему оба этих товарищей относятся полупрезрительно, видя, что он явно на премьер-министр не тянет. По мнению Ганса, Либерман вообще не хотел его делать премьер-министром, он хотел убрать Бениамина Натаньяго. Он провели бы закон, запрещающий Бениамина Натаньяго быть, ну то есть подследственному, подсудимому быть премьер-министром. В этот момент в Ликуде Натаньяго вынужден был бы уйти, Сабы во главе Ликуда другой руководитель, ну допустим Исраэль Кац, Гидеон Цар, Нирбаркад, кто угодно, и с этим новым руководителем они бы легко и договорились, и с ним бы уже создали и правительство национальное единство, и светское правительство, и чего вы хотите. То есть вопрос был для Либермана было бы гораздо главнее снять руководителя Ликуда, чем назначить Ганса. Но это собственно было для всех самое важное, то есть все избиратели Ганса, которые за него голосовали, у них первая задача, первоочередная была убрать Биби, а уже потом поставить Ганса, Шманца, кого угодно. А не из-за того, что они так сильно любили Ганса. То есть в Гансе конкретно своего вождя никто не видел. И было бы странно, если бы видеть. Вполне возможно, что вот это предательство Ганса и это опера, она избавила нас от очень слабого премьер-министра. Так вот я хочу сказать, что то, что однозначно можно, на мой взгляд, отнести в защиту Ганса, это просто его самое большое достижение, опять-таки, на мой взгляд, я его никому не навязываю, это то, что он таки не стал премьер-министром, потому что, представляете, что бы было, если бы он стал премьер-министром. Ну да, человек, который настолько не способен защитить. Человек, который виляет, который не держит удар, который уже сегодня отступил от своих принципов и согласился на то, чтобы Лицман оставался министром здравоохранения, хотя он на выборы флагом, только не Лицман, то есть Лицмана мы уберем. Там говорилось, что эта ситуация в сфере здравоохранения, это еще было до коронавируса, кстати говоря, ситуация в сфере здравоохранения должна быть поводом для очередного уголовного дела против министра здравоохранения Бениамин Натаньякова, он был министром большую часть времени за последние пять лет, и его заместителя, министра Лицмана. И в этом отношении постоянно говорилось о том, что ситуация в сфере здравоохранения еще до коронавируса была ужасной, и так далее, она действительно ужасной. У нас до коронавируса ежегодно шесть тысяч человек умирали от того, что они заражались в больницах и так далее. То есть у нас человек, пребывающий в больнице, имел больше шансов подцепить какую-нибудь инфекцию в больнице, чем с ней, с этой инфекцией в больницу приехать. То есть ситуация в больницах действительно ужасная. А коронавирус только доказал, что министерство здравоохранения у нас не просто не функционирует, оно не способно минимально планировать уже обозначенные удары. Ведь то, что коронавирус движется по планете, было известно в декабре месяце. В декабре месяце. О том, что в январе уже было понятно, что он постучится практически в каждую страну. И то, что в Израиле с его туризмом он тоже будет. У нас до сих единый марта не делалось никаких шагов по предотвращению коронавируса. И вот такого министра ГАН составляет, так сказать, это он моргнул как бы второй раз. Первый раз он сморгнул, как говорится, когда пошел на вот этот компромисс и вошел в правительство на Таньягу. И второй раз он уже моргнул, уже будучи, так сказать, почти в этой коалиции, когда согласился на министра здравоохранения Лицмана. А теперь посмотрите. По какому поводу он моргнет в следующий раз? Его люди весь, вот, рассказывали о том, до какого состояния доведен бюджет. И это действительно, и это правда, кстати говоря. Пятидесяти миллиардные дыра, которые сделал министр Кохлон. Который сейчас удвоится. Да. Министр Кохлон и его партия Кулану, которая сейчас взлетела. Это правда. Нам рассказывали обо всем этом. Но этот бюджет не улучшился от того, что страна три раза ходила на выборы, потому что Ганс хотел вменить Маканьява, а потом к нему присоединился. А потом к нему присоединился. Бюджет от этого не улучшился. Ситуация в экономике не улучшилась. А теперь к этой ситуации, которую довел, как он, о которой усугубили три выборные кампании и фактически полтора года без правительства, мы уже полтора года без правительства, мы с правительством переходного периода, еще усугубляется во-первых тем, что Ганс и Натаньяву, чтобы удовлетворить друг друга и собственных партнеров, делают паритетное правительство, где будет 40 министров и замминистров, которые обойдутся стране почти от 700 миллионов до миллиарда шекелей по разным подсчетам. Это просто содержание этого аппарата. Я не говорю о том, что каждый министр, замминистр без партеля при любом повороте будет шантажировать правительство и требует бюджет для собственного министерства. Все люди, все депутаты, которые перейдут с Гансом, станут министрами или за министрами и у него еще не хватит депутатов. Ему придется взять двух не депутатов типа профессиональные назначения и назначить на эти посты. И кроме этого, опять-таки, проводимые переходным правительством карантинные меры по коронавирусу, которые, наверное, постоянно действующее правительство смогло бы провести лучше и делать точнее, которые будут стоить экономики ну, примерно еще 140-150 миллиардов шекелей, если карантин закончится сразу после праздника Песок. Давид, мы-то собирались замолвить слово за Ганса, так я что-то не понял. Последний очень короткий вопрос, очень короткий ответ. Так хорошо, что Ганс моргнул? Ну, смотрите, он уже моргнул, это уже произошло. Будем надеяться, смотрите, когда я смотрю, какие у нас доверчивые начальники штаба и как легко их обводит вокруг пальца Бенимина Томиньягу, я думаю, как мы этим начальникам штаба доверяем безопасность страны. Как? Да, вопрос следующий. У меня есть ответ. Видимо, есть кто-то свыше, который заботится о нашей безопасности, несмотря на таких доверчивых начальников генерального штаба. Ну, может быть, он как-то позаботится и в этой стране. Ну, с этим трудно спорить, это однозначно да. Дорогие друзья, программа «Тема дня», мы переходим к следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами. «Тема дня»